Школа номер 28 самая большая в Блаковском районе. Здесь 1 сентября за парты сели более 2000 учеников. Красивые букеты для педагогов, нарядная форма, учебники, тетради в портфелях. Ребята готовы к получению знаний, но и школа тоже подготовилась к приему учащихся. Много классов, насколько я слышала, отремонтировали и новую площадку спортивную построили, на которой, я думаю, мы будем с удовольствием заниматься. Урок физкультуры теперь ученики 28-й школы ждут с нетерпением. А все потому, что проходить он будет на современном спортивном стадионе, где одновременно смогут заниматься до 5 классов. На ней можно проводить не только уроки физкультуры, но также заниматься другими активностями, силовыми упражнениями, играми, приводить болельщиков. Поэтому вы можете вместе с своими друзьями, с родителями приходить и заниматься там. Тем более, что занятия совершенно бесплатные. Такой подарок гидроэнергетики сделали не только 28-й, но и еще трем школам номер 3, 4 и 16. Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений благотворительной программы компании «Русгидро». Ну а поскольку потребность в современных универсальных спортивных комплексах в Балакове очень высока, то было принято решение профинансировать строительство стадионов в разных частях города. Общее количество учеников в этих четырех школах более четырех тысяч. Однако тренироваться и заниматься спортом здесь смогут не только школьники. Спортплощадки доступны для всех желающих. Многие школьники за лето соскучились по своим одноклассникам, поэтому 1 сентября – это еще и день встреч с верными друзьями. Саратовская ГЭС сделала подарок ребятне, пригласив первоклашек в детский парк, где был организован праздник. Это и различные зоны игровые, интерактивные, и театрализованные представления, и конкурсы игры. Я надеюсь, что им понравится. Это все для того, чтобы новый учебный год дался детям легко. Ребята выполняли задания Мэри Поппин, сфотографировались с ростовыми куклами, украшали лица аквагримом, пели песни, танцевали в разных жанрах вместе с творческим коллективом Дворца культуры, участвовали в играх, отдыхали и общались. Первый урок был про науку, про новые вещи, старинные вещи, которые были в древности. У меня все отлично получают, писарки и с друзьями играют. Этот день знаний для многих балаковских школьников прошел под знаком Росгидра и стал небольшим продолжением летних каникул, ярким и интересным. Впереди целый учебный год, который благодаря Саратовской ГЭС будет заряжен энергией радости.